Всем привет, мои уважаемые зрители! С вами, как всегда, Дядя Вася, то бишь я. И сегодня я отвечу на постоянно волнующий вопрос всех новичков. Почему же мутнеет вода в аквариуме? Все думают, ну вот, все же завел рыбок, ну, грунт чистый, вода чистая. Почему она мутнеет? Либо, почему поставил фильтр, и вода опять стала мутной? Все думают, ну что-то делаю не так. Совершенно верно, ребят, вы что-то делаете не так. Дело в том, что в аквариуме существует такое правило, что не надо слишком сильно усердствовать. Смотрите, в аквариуме есть свои бактерии, свои инфузории, которые создают экосистему. То есть, вы когда пытаетесь прокипятить грунт, либо поменять снова воду полностью, то, естественно, вы нарушаете это равновесие. То есть, и, естественно, будет вода мутнеть. Все, что вам надо, вначале, когда вы запускаете свой аквариум, налить воды. Пускай вода отстоится. Еще желательно, конечно, добавить воды из старого аквариума, где хорошая экосистема. Я это использую регулярно. То есть, также рекомендую всем своим знакомым. И еще ни разу этот способ не подвел. Дело в том, что в старой воде, вот, например, как у меня, взять из аквариума, да, то там уже есть эти бактерии, есть это экологическое равновесие, с помощью которого в новой воде быстро эти бактерии размножаются инфузории. Ну, полезные. И, конечно же, сразу налаживается этот уровень в аквариуме. И вода становится уже не мутной, а, например, как у меня сейчас в аквариуме в этом видео. И точно так же, ребят, смотрите, получается, когда вы ставите новый фильтр, у вас губка, на которой нет еще всех этих бактерий полезных, всех вот этих мельчайших микроорганизмов, которые помогают как раз-то еще через себя все это пропускать, подъедая на губки еще остатки от всякого корма, там, журжора, обалдет. Взял, залез на меня. Вот так вот постоянно мы с ним. Он, кстати, помогает мне еще так же убирать в аквариуме. Это надо будет отдельное видео снять. Ну, извиняюсь, что прервался. В общем, ребят, когда вы завели аквариум, не стоит подготовленный грунт заново прокипятить, заменить полностью воду. Этим вы только навредите своему аквариуму. Хотя вы думаете, ну что ж, я ж все в идеале. Нет, ребят, так делать не стоит. Точно так же, когда вы губку фильтра, либо какой-то чистящий материал, вы начинаете ее под горячей водой там мыть, мыть, мыть. И очень тщательно вам нужна стерильность такая. Ребята, это забудьте. Дело в том, что когда вы кипятком обрабатываете губку, опять же гибнут эти полезные бактерии, полезные микроорганизмы. И опять вода может стать мутной. Лучше в воде комнатной температуры промыть свою губку от грязи, от взвешенных частиц. И поверьте, у вас не будет тогда вода мутная в аквариуме. А так у вас будет постоянная борьба вот идти с тем, что вода все-таки мутнеет и мутнеет в аквариуме. Есть еще, кстати, ребята, препараты, которые продаются в зоомагазинах, можете спросить, на рынке, где у вас рыбок продают. Но тут такой маленький нюанс. Я пробовал, честно сказать, эффекта, чтобы было лучше, чем, например, старая вода, я не нашел. Но если у вас нет старой воды с хорошего аквариума, тогда, конечно, возможно и применить, и купить эти препараты. А можете просто подождать в течение недели, у вас точно вода станет прозрачной, а не мутной. Еще одна распространенная причина, по которой мутнеет вода, ребята, это перекармливание рыб. Когда вы рыб перекармливаете, остатки корма начинают скапливаться по дну. Естественно, они начинают подгнивать, они начинают разглагаться, и все это начинает портить воду. Вы должны кормить своих рыбок так, чтобы они в течение 10 минут съели весь корм. То есть, и всегда запомните золотое правило при кормлении рыб. Никогда их не перекармливайте. Лучше не докормить рыбу, чем перекормить. Поэтому, вот основные такие моменты, которые портят воду. Вот если будете соблюдать все эти техники, так скажем, то у вас будет всегда вода прозрачная, красивая. И естественно, конечно, ребята, когда вы делаете подмену воды, не надо полностью менять воду. Это тоже очередная ошибка. Надо менять, например, третью часть, пятую часть. В зависимости от того, какие виды рыб у вас содержатся. Обычно, знаете, берут вот все там каждую неделю, там грунт взяли, перемыли. Если вы там заново воду налили, ребята, не занимайтесь ерундой. Все, что вам надо, пройти с сифоном по грунту, просифонить остатки фекалий, чтобы оно собрало. Слить воды тут третью, четвертую часть, ну, может пятую, в зависимости от того, какие рыбы у вас содержатся. И долить свежей. Все, помыть губку и больше делать ничего не надо. И тогда у вас будет чистота и порядок в аквариуме. Он будет вас радовать своей прозрачной, красивой водой. Поэтому это не больница, не поликлиника, в которой нужна полная санитария. Здесь жизнь, аквариумная жизнь рыбок. У них тоже есть и грязь, и все. Но в то же время не стоит его запускать, потому что вода может помутнеть от того, чтобы ее долго не меняли. Либо есть перенаселение вашего аквариума. На этом у меня все, ребят. Надеюсь, данное видео вам помогло разобраться, что же не так вы делаете, какие действия надо сделать. Если будут вопросы, вы можете смело писать в комментариях. Я, конечно же, по возможности на них отвечу. А если, конечно, будет вопрос такой общий и большой, я с удовольствием запишу очередное видео. Не забываем поставить лайк, подписаться на канал. До новых встреч, ребят. Пока-пока. Пока-пока.